Режиссер-постановщик оперы Александр Титель не стал заигрывать с современностью, но изменил структуру повествования. Опера начинается с пятой картины. В самом начале спектакля зритель сразу узнает исход трагической истории. Дочь Мельника, Наташа, не выдержав предательства возлюбленного, бросилась в реку, обратилась русалкой и задумала отомстить. Русалка лишена оперной пышности, костюмы приглушенных тонов, декорации минималистичны, черные серые цвета – это и мутные воды Днепра, и общий эмоциональный фон, горечь утраты, и мук совести, и дымка воспоминаний. Время действия в тексте Пушкина мифическое, у композитора точных пометок о времени также нет. Подсказкой для постановщиков стала сама музыка Драгомышского, созданная в середине 19 века. Место действия стало поиском метафор, которые подсвечивают, как жизнь главных героев потеряла все краски. Даже свадьба, ставшая причиной трагедии, больше напоминает траурную церемонию, чем веселое застолье. Какое-то обобщение цветовое, которое мы здесь себе позволили, вывести из многоцветия в моноцветие, оно, мне казалось, здесь тоже правильно, потому что наша река стала более правдивой и более точной. Правду искал и сам композитор, искал ее в звуке. Неслучайная история о русалке, сказочный образ, который так привлекал романтиков, в музыке следует за реальностью и обретает всю широту вокальных номеров. Городской романс, речитативы, народные песни, арии, дуэты, ансамбля. Песня «Честно могу сказать, я не всегда с собой справляюсь, потому что, когда меня захлестывают эмоции, меня иногда несет, и поэтому несет в том смысле, что я уже просто на разрыв». Постановка Александра Тителя завязана на тесном переплетении театра музыкального и драматического. Люди наступают иногда на те же грабля, а иногда возникают какие-то нюансы новые. Конечно, каждое новое поколение учится все равно на своем опыте. Они заново проходят свои мытарства, свои страдания. Мы можем только дать им возможности познания, что они не первые с этим сталкиваются. Мы можем искусством изжить какие-то страсти, которые бушуют. Это безопаснее, чем реально в жизни. Джанет Арльт, Александр Подкоха. Новости культуры.